МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире Крик. Криминал комментарий. В студии Эдуард Бушуев. Здравствуйте. Сегодня в программе. Вердикт присяжных. Житель Ясного решил испытать судьбу, но удача оказалась не на его стороне. Сколько он получил за гибель односельчанина? Под надежной защитой. Крепкие замки и стальные тросы оберегут любого железного коня от кражи. Как еще спасти своего двухколесного друга? Хуже Косолапова. Эжинский наркозбытчик разворошил муравейник, чтобы спрятать закладку с марихуаной. Какое наказание теперь его ждет? Кирове выслушал приговор 32-летний стывкарец, который устроил стрельбу возле одного из ночных клубов города. 18 сентября прошлого года, около 4 утра, у мужчины возник конфликт с охранником. Секьюрити ударил оппонента ногой. Буйный посетитель упал, но решил ответить обидчику. Охранник забежал в клуб за подмогой. На помощь вышло 8 человек. Оценив свои силы, стывкарец запрыгнул случайно в такси и, угрожая водителю пистолетом, уехал. На место происшествия выезжала следственная оперативная группа отдела полиции номер 1 УВД России по городу Кирову. Полицейские провели осмотр, изъяли виды отпечатков рук с автомобиля, а также записи камеры наружного видеонаблюдения. Приметы предполагаемого преступника были переданы всем нарядам. Мужчина, 32-летний житель Сыктывкара, был задержан рядом патрульно-постовой службы. Охранник в итоге простил сыктывкарца, пошел на мировую. А вот таксист, в отличие от работника клуба, не стал прощать мужчину. Житель Коми получил 4 года условного лишения свободы. Приговор еще не вступил в законную силу. Доверил свою судьбу коллеге присяжных заседателей. Когда судьи из народа вынесли обвинительный вердикт, пустился в бега. Житель сыктывдинского поселка Ясных Олег Костарев выслужил приговор. Районный суд признал его виновным в смерти односельчанина. Можно ли было говорить о снисхождении, расскажет Ксения Алосева. Пошел, все встать. Ноябрь прошлого года. В Сыктывдинском суде процесс с участием присяжных заседателей. Шесть основных во главе с выбранным старшиной и трое запасных. На скамье подсудимых 49-летний житель поселка Ясных Олег Костарев. Его обвиняли в гибели односельчанина. В начале сентября он зашел к тому на огонек. Выпивали на летней кухне, слово за словом, завязалась драка. Гость избил хозяина в присутствии сожительницы. Олег Костарев убеждал следствие, что пришел в тот роковой вечер на летнюю кухню с одной лишь целью – расспросить односельчан, есть ли в лесу грибы. Во время застолья поправил обоим сожителям позвоночники. А уже после пьяный хозяин зачем-то схватил его за одежду и не хотел отпускать. Два раза гость с его слов не сильно ударил того в подбородок, причем травмированный рукой. После вышел покурить, вернулся оппонент уже на полу. Костарев уверяет, что подумал, что тот просто упал. Попытался поднять до дивана, но женщина его остановила. Когда на следующий день пришел извиняться, хозяин дома был уже мертв. А вот с этой стороны большая такая синяя гематома была. Я увидел ее. Я говорю, это что такое? Она говорит, это ты говорит так его? Я говорю, как? Ты что? Я говорю, вообще больная что ли? Я говорю, я его вообще даже не бил. Все, я пошел домой. Отрицая свою вину, Олег Костарев попросил рассмотреть его уголовное дело с участием коллеги и присяжных заседателей, рассчитывая убедить их в своей правоте. Этот институт правосудия в рамках районных и городских судов ввели в Россию четыре года назад. С начала 90-х он действовал только на уровне областных и республиканских судов. В Сыктывдине такой процесс стал первым в истории. Волнительно было для всех участников, особенно для самих присяжных, которым неожиданно пришла повестка с приглашением на заседание. Скажу без скромной лукавости, что если от тебя ожидается решение, которое идет практически на уровне решения судьи, это, конечно, почетно. Большая честь и очень большая ответственность. Институт суда присяжных – это важный институт именно для показателя развитости общества. То есть здесь я соглашусь, что это инструмент демократии, и он должен быть. Присяжные заседатели внимательно изучили все материалы уголовного дела, прослушали аудиофайлы и просмотрели зафиксированные на видео следственные действия. Задавали обвиняемому и свидетелям интересующие их вопросы, опосредованно через судью. Правда, они на все получали ответы. После изучения всех материалов присяжные заседатели удалились в совещательную комнату. И вот кульминация процесса – оглашение вердикта. Вопрос номер три. Если на вопрос номер два дан утвердительный ответ, то виновен ли Костров ОА в действиях, описанных в вопросе номер два? Ответ. Да, виновен. Единодушно. Вопрос номер четыре. Заслуживает ли Костров ОА снисхождение? Ответ. Да, заслуживает пять человек. Нет, не заслуживает один человек. Уважаемые взятные заседатели, благодарю вас за проделанную работу, за подтвердение и выдержку, которую вы при этом проявили. Еще раз от имени суда выражаю вам признательность за то, что вы откликнулись на наши приглашения, оставив другие дела, смогли принять участие в настоящем судебном разбирателе. Олег Александрович, кстати, пожалуйста. Взятными заседателями вы признаны виновными в совершении преступления предпринимательного участия 4 ст. 111 Уголовного кодекса Российской Федерации. Вам понятно? Понятно. Ну, понятно. Хорошо, не считай, я тебя не буду. Олег Костарев по состоянию здоровья, отправленный под домашний арест на следующее заседание, где ожидались прения сторон и последние слова подсудимого, уже не явился. Сбежал и только усугубил свое положение. Через пять месяцев его разыскали. Он прятался в подвале собственного дома. Довольно суровый приговор. 9,5 лет колонии строгого режима и выплата полмиллиона рублей родственникам погибшего в счет возмещения морального вреда. Он посчитал несправедливым и обжаловал Верховном суде Коми. Между тем, только в прошлом году в республике состоялось 13 процессов с участием присяжных. Народные судьи вынесли оправдательный вердикт. Впрочем, несмотря на справедливые демократические институты, формировать коллеги с каждым годом все сложнее. На сотни отправленных повесток чаще откликаются только единицы. Встречаются случаи, например, в Уктыле, когда сформировать коллегию не получается уже несколько месяцев. Все это время обвиняемая дожидается решения суда под арестом. Пожалуйста, если вам придет приглашение для участия, приходите, попробуйте, посмотрите изнутри, что это происходит, и попробуйте сами перенять решение. Как это на себе почувствовать этот груз ответственности, признать человека виновным, либо признать человека невиновным в совершении преступления. Сказать по окончанию судебного заседания, что я честно, добросовестно исполнил свой гражданский долг, свою обязанность и воспользовался своим правом быть в том числе и судьей в качестве присяжного заседателя. Большинство дел с участием присяжных рассматривают довольно быстро – за неделю-другую. Длительные процессы по большим уголовным делам проводятся редко. В любом случае, всем присяжным государство финансово компенсирует затраченное время. Одним возмещают зарплату, пенсионеры и безработные получают солидный дополнительный доход. Кроме того, присяжные на период участия в процессе получают статус неприкосновенности, такой же, как и у профессиональных судей. Но и самое главное – народные арбитры дают людям надежду на беспристрастное разбирательство и справедливый приговор. С приходом тепла на улицах городов и сел появилось большое количество велолюбителей. Двуколесный друг позволяет не только весело провести время, но и дает хорошую физическую нагрузку. Правда, не стоит забывать, что такое транспортное средство пользуется особой популярностью у воришек. Как защитить свой велосипед от них, в рубрике «Полиция сообщает» расскажет представитель МВД Виктория Морохина. Радует, что здоровый образ жизни входит в привычку жителей республики. Люди все чаще ездят на железном коне в магазин, на работу и по другим повседневным делам. Но из-за беспечности велолюбителей увеличивается и число хищений двухколесного транспорта. Велосипедисты оставляют свои байки без присмотра во дворах, в подъездах домов и возле магазинов. По статистике, чаще всего велосипеды пропадают из подъезда в домов. Железная дверь на входе и замок вселяют велосипедистов в полную уверенность в безопасности их транспортного средства. Они оставляют своего железного друга без присмотра и даже не пристегивают замками. Чтобы полностью обезопасить велосипед от угона, рекомендуем хранить его в квартире или на балконе. Если же такой возможности нет, то обязательно пристегивайте байк. Лучший способ – это взять длинный тросик и пропустить его через колеса, раму и звездочку. При этом тросик должен быть с металлическим стержнем, чтобы его трудно было порвать или перекусить. Все навесное оборудование также следует снимать. Велокомпьютеры, фонарики, сумочки или насос – легкая добыча воришек. Никогда не пристегивайте велосипед за съемные детали. Даже без колеса или седла велосипед – неплохой трофей для угонщика. Если у вас украли велосипед, незамедлительно сообщите об этом в полицию. В заявлении укажите модель, марку, цвет и характерные особенности вашего велосипеда. А также предоставьте документы на право собственности или серийный номер. Он выбит на кареточном стакане под педалями велосипеда. Получив эти данные, сотрудники полиции проверят похожие по описанию двухколесные транспортные средства, сравнят номер и пробьют его через базу. Однако большая проблема при поисках велосипеда заключается в том, что многие велолюбители не хранят паспорт, не знают номера рамы и часто не могут доказать факт его покупки. В этом случае шансов на возврат похищенного имущества мало. Поэтому всегда бережно относитесь к документам и ни в коем случае не выкидывайте их. Большие неприятности могут грозить и тем велолюбителям, которые купили свои байки с рук и без документов. Может оказаться, что в их пользовании находится краденый велосипед. В таком случае полиция может его изъять без какой-либо компенсации и вернуть законному владельцу. Поэтому прежде чем приобрести двухколесного друга, сверьте все документы. Только так вы обезопасите себя от возможных неприятностей. В Эжинском районе столицы с поличием задержались стывкарца, который пытался сбыть крупную партию марихуаны. Как только 33-летний драгдилер сделал тайник-закладку, его тут же схватили наркополицейские. Возможно, чтобы не усугублять свое положение, мужчина сразу пошел на контакт с оперативниками. Ваши обязанности что входило? Делать клады и куратору отправлять. То есть вы каким образом делали эти клады? Через телефон. Ну а с помощью телефона какие манипуляции осуществляли? Где локации? Где локации? Координаты. Также мужчина рассказал и показал оперативникам, сколько и где он спрятал запрещенного товара. Вы что нам хотите показать? Я делал опыт для курьеров. Для курьеров? А опыты это что там такое? И у него шишки. То есть наркотические вещества, да? Да. Так, где можете показать? Не покажите, так подойдите. Большой синий сверток мужчина спрятал в муравейник. Содержимое пакета отправили на экспертизу, а закладчика доставили в отдел полиции. В ходе личного досмотра у мужчины было изъято несколько партий, приготовленного к сбыту наркотического средства. Согласно результатам исследования, изъятое вещество является наркотическим средством марихуана общей массой более 50 граммов. В тот же день задержанный выдал сотрудникам полиции места еще двух оптовых тайников закладок. Масса изъятого запрещенного средства превысила 360 граммов. За покушение на незаконный избыт наркотического средства в крупном размере в отношении сыктывкарца возбудили уголовное дело. Известно, что неоднократно судимый за грабежи сыктывкарец уже отсидел 8 лет за незаконный оборот наркотиков в составе организованного преступного сообщества. Недавно освободился и вновь взялся за старое. Суда мужчина будет дожидаться в СИЗО. За покушение на сбыт марихуаны в крупном размере ему грозит до 20 лет лишения свободы. На этом выпуск завершен. В студии был Эдуард Бушуев. Наша программа не только на страничке ВКонтакте, на сайте yurgen.rf. Теперь мы в прямом эфире еще в видеохостинге РУТУБ. Следующий обзор криминальных событий вы увидите в пятницу. Берегите себя и своих близких. РУТУБ.